Врач псих-лечебницы пришел на работу, зашел в свой кабинет, открыл окно и вдруг видит, психи ползают по асфальту. Он вызывает санитара, говорит, а ну пойдите посмотрите, что это они делают. И смотрит, санитар возвращается и весь грязный. Он говорит, что случилось? Говорит, понимаете, доктор, там один из психов нарисовал на асфальте мелом линию. Ну и сказал, что кто под этой линией пролезет, тому он даст тысячу долларов. Врач посмотрел на санитара и говорит, понятно, а вы чего такой грязный, санитар? Я понимаю, доктор, для вас тысяча долларов это не деньги. Пациент африканской больницы вдруг смекнул, что врачи ему что-то не договаривают, после того, как от его койки перестали отгонять гиен. Старенький 75-летний дедок женился на молодой девице. И вот через год приводит он ее к гинекологу и говорит, вот, забеременела. Врач говорит, дедуля, как вам удалось? Он говорит, ага, потому что прибор нужно всегда держать в рабочем состоянии. Проходит год, и опять тот же дед приводит свою жену беременную. Врач говорит, да вы что, как же вам удается-то? Потому как мотор нужно держать всегда в рабочем состоянии. И вдруг молодая рожает черного ребенка. И вдруг врач говорит, дедуля, в моторе масло надо сменить. Негар у вас родился. Стоматологический кабинет, дрожа от страха, заходит мужик. Он говорит, доктор, зуб. Он говорит, присаживайтесь, давайте посмотрим. Он говорит, ну посмотрим тихонечко, только посмотрим. Доктор посмотрел, говорит, да, придется удалять. Он говорит, нет, нет. Он говорит, давайте сейчас сделаем анестезию. Он говорит, нет, я боюсь, я очень боюсь, доктор. Он говорит, ну, я не знаю, анестезию, уколчик мы сделаем, и все, вам будет не больно. Он говорит, доктор, я нет, меня анестезия не берет. не знаю, но у меня спиртик есть, может спиртика для храбрости, да? Он говорит, спиртик, да, годится. Доктор наливает ему спиртик и говорит, ну давайте, для храбрости. Мужик берет, выпивает спирт, его попускает, он расслабляется. Доктор ему говорит, ну, как, набрались храбрости, а теперь давайте. Он говорит, да, доктор, я набрался храбрости, и теперь пусть кто-нибудь попробует тронуть мой зуб. Мужик приходит в врачу на обследование. Тот его обследовал, послушал, проверил. И говорит, ну что же я вам могу сказать, молодой человек. Одно легкое придется удалить. Да, правое легкое. Как? Я же не курю. У меня никогда не было задышки, у меня с легкими все нормально. Говорит, да нет, с легкими у вас и сейчас все нормально. Печень не помещается. Пациент приходит к врачу и говорит, доктор, вы знаете, я страдаю манией величия. Доктор смотрит на него и говорит, что ты можешь знать о величии маленький ничтожный? Мужика покусала собака. Но он стал неважно себя чувствовать, пошел к врачу, сдал анализы. И врач установил, что оказывается у него бешенство. Мужик хватает лист бумаги и начинает что-то писать. Доктор говорит, молодой человек, подождите писать завещание. Я вас вылечу. Мужик говорит, да какое завещание. Я просто перед тем, как вы меня вылечите, пишу список, кого надо покусать. Открывается дверь к врачу-психиатру и в нее заползает пациент. Доктор пытается выйти на состояние пациента и говорит, а кто это к нам ползет? Это кто? Червячок? А, змеюшка, да? Или черепашка? Кто это? А? Пациент поднимает голову. Доктор, это я, Анатолий Петрович. Просто я высоты боюсь. Женщина приходит к врачу и говорит, доктор, видите, как я располнила. Что мне делать? Посоветуйте, пожалуйста. Он на нее посмотрел и говорит, ну что ж, давайте выпишем вам диету. Да? А что за диета? Говорит, ну, будете кушать кефирчик, бананы и немножко постово. Она говорит, хорошо. Доктор, я прошу прощения, а это до еды или после еды? К лору заходит пациент, снимает штаны и показывает свое опухшее хозяйство. Доктор, глядя на него, говорит, я прошу прощения, вам не ко мне. Вам к урологу, а может к проктологу, ну, явно не ко мне. Пациент говорит, нет, доктор, к вам. Понимаете, дело в том, что мы каждую субботу ходим в баню. Ну, и там играем между мужиками в такую игру. На кон кладем все свои члены, вот. А один забегает с молотком. Он замахивается и бьет по кону. Со словами, хап, и кто не успевает, тот, конечно же, получает молотком по члену. Вот и я получил молотком по члену. Говорит, ну, это явно вам не ко мне. Это вам, скорее всего, к психиатру. Говорит, нет, доктор, к вам. Просто слово хап я не слышу. Доктор сидит за столом, что-то пишет. К нему заходит пациентка. Он, не поднимая голову, говорит, заходите, больная, раздевайтесь. Потом поднимает глаза, смотрит. Стоит красивая женщина. Говорит, секундочку, секундочку. Я сейчас музыку включу. Молодая девушка заглядывает в кабинет терапевта и говорит, я прошу прощения, а я не у вас свой бюстгальки расставила? Он говорит, нет, не у меня. Она говорит, а, ладно, наверное, тогда у окулиста. К врачу приходит пожилая женщина, скажем так. И говорит, доктор, здравствуйте. Вы знаете, мой сын, он постоянно играет во врача. Он раздевает девушек, слушает их там, простукивает разные коленки, органы. Вот. Так что, это нормально? Да, доктор? Ну да, ну, многие играют. Кто в солдатиков, кто в продавцов, в пожарников. Ваш играет во врача, это нормально. Говорит, фух, слава богу, пойду его жену успокою. Фух, слава богу. Фух. 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 Продолжение следует...